В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Торжество православной общины Севастополя. Престольный праздник сегодня отметил храм святого исповедника Романа. Финальный отчет. В преддверии открытия военно-исторического фестиваля в Доме правительства обсудили ключевые организационные вопросы. Биомеханика, энергетика и новые технологии. В Севастополе начала работу 12-я международная научно-техническая конференция. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло навестил в первой городской больнице сотрудника водоканала, который пострадал 4 сентября. Напомним детали трагедии. Два мастера погибли во время чистки канализационной шахты в районе бывшего мусоросжигательного завода. 25-летний молодой человек кинулся вытаскивать товарищей. Теперь он находится в реанимации. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по нарушению техники безопасности при проведении работ. Состояние молодого человека медики оценивают как тяжелое, но уверяют, необходимости в транспортировке в другие регионы нет. Динамика положительная, отравление неизвестным газом. В настоящее время все мероприятия проводятся и проводятся очень интенсивно. Пациент вступает в контакт, дыхание самостоятельное уже, узнает посетителей. Я считаю, что волноваться за его здоровье сегодня можно, но оснований для того, чтобы опасаться за его жизнь, нет. Конечно, это трагедия. Следственные органы, вы знаете, что возбуждено уголовное дело. Сейчас следственные органы ведут соответствующее дознание и виновные, если таковые есть в этом вопросе, да, они будут наказаны. Но материальная поддержка семьям погибшим будет и как за счет Глава Доканала, так и за счет правительства. Мы эти вопросы уже рассматриваем. Вот и дай Бог ему здоровья. Агропромышленное предприятие «Севастопольский винзавод» закупит новое холодильное оборудование на сумму почти 6,5 миллионов рублей. Государственному унитарному предприятию отдельным постановлением правительства разрешили это сделать за счет собственных оборотных средств. Напомним, в июле «Севастопольский винодельческий завод» запустил новую торговую марку «Крымский Бриз». За одну смену здесь планируют выпускать 24 тысячи бутылок. Игристое вино производят на предприятии полного цикла. В прошлом году винзавод и совхоз Полины Осипенко объединили в одно агропромышленное предприятие. В Севастополе начала работу 12-я международная научная техническая конференция. В ней приняли участие более 60 исследовательских объединений, вузов и предприятий из России и Украины. Основные направления – биомеханические системы, механика, а также энергетика. Форум проводится на базе Севастопольского государственного университета. Современные энергетические установки, оборудование для проверки прочности конструкции, новые материалы и нанотехнологии. Более 40 докладов по биомеханике, механике и энергетике. Одна из актуальных тем – проблемы достижения в области эндопротезирования суставов. В институте проводятся дальнейшие исследования по изучению напряженно-деформированного состояния в тазобедренном суставе человека. Эти исследования позволяют определить более точно, где больше нагрузки в суставе, где меньше, где есть слабые места. И в последующем это даёт возможность хирургам уже более оптимально выполнять операцию по имплантации искусственного сустава. Сейчас севастопольские учёные совместно с московскими специалистами работают над созданием робота-хирурга. Он будет помогать медикам во время длительных операций. Это позволит сократить число врачебных ошибок, говорят учёные. Реально он должен сильно облегчить жизнь хирурга и позволить увеличить точность операции. Речь идёт о хирургии в урологии. Операция может длиться 5-6 часов. Вы представляете, о чём речь? 5-6 часов, какая нагрузка на хирургу. Поэтому для облегчения жизни этого хирурга он может часть операции, которые достаточно просто формализовать, отдать этому роботу. На конференции говорили не только о медицине. Достижения учёных находят применение и в строительстве. Как ускорить и упростить возведение домов, на этот вопрос пытались ответить специалисты из Москвы. Они поделились с участниками форума своими разработками. При строительстве используется дизель-молота, так называемый, то есть и другие машины, которые забивают сваи. Существующие конструкции данных молотов, дизель-молотов, то есть данных машин, имеют недостатки. То есть они очень, энергия неэффективна, то есть имеют очень высокий расход топлива, низкий коэффициент полезного действия удара. То есть мы предлагаем специальную конструкцию ударника, то есть данного оборудования, который повысит коэффициент полезного действия удара. То есть и ту же самую сваю можно будет забивать с большой экономией топлива, энергии и затрат, и с большей производительностью. На форуме собрались инженеры и медики, чтобы объединить свои усилия для новых открытий в науке. В программе порядка 40 докладов. Обсуждать проблемы и делиться достижениями ученые будут до 11 сентября. Елена Корнухова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Храм Святого Исповедника Романа отметил престольный праздник. Расположена церковь в микрорайоне генерала Жидилова возле школы номер 50. Первый камень здесь заложили в январе 2010-го. Строили общими усилиями. На праздник сюда пришли десятки верующих, многие из других районов города. В церкви провели молебен, божественную литургию и прошлись крестным ходом. Еще пять лет назад на этой площадке между 50-й школой и автомобильной стоянкой был пустырь. Сегодня возвышается храм Святого Исповедника Романа. Принятие имени было не случайным. Протеерей Роман Медведь служил в Севастополе с 1907 по 1918 год. Был настоятелем Свято-Владимирского Адмиралтейского собора. Стал благочинным береговых команд Черноморского флота. С помощью проповеди батюшке удалось прекратить волнение 1912 года на линкоре святитель Иоанн Златоустый. Там же он исповедовал приговоренных к расстрелу матросов. Бог создал этого человека, чтобы этот человек показал славу Божества. Бог создал этого человека, чтобы человек этот стал образом и подобным Божьим. Праздник его память в храме Святого Исповедника Романа начали с молебна, затем божественная литургия и крестный ход. На престольном празднике собрались десятки прихожан. Не только жители микрорайона генерала Жидилова, а и люди с окрестных улиц. В эту новую церковь входят часто и каждый раз, говорят, чувства одни и те же. Ну я вообще чувствую, когда вхожу в церковь, благодать. А эта служба очень такая, она праздничная, торжественная. Просто и после крестного хода вообще по земле не ходишь. Легко и, конечно, легче намного. Счастье, радость со всем. Сделение Богу. Чувствую, что надо благодарить, благодарить и еще раз благодарить. Строили храм несколько лет, что называется всем миром. Сегодня на территории церкви обустроен святущий сад, а в планах общины установить во дворе детскую площадку, рассказал глава попечительского совета храма Юрий Черников. Он же в престольный праздник вручил нагрудные знаки тем людям, которые внесли особый вклад в развитие и обустройство церкви. Награждаются этой медалью люди, которые максимально вложили в свою душу, сердце, средства в строительство этого храма. Вы видели, кто сегодня награждался этой медалью? Одна из первых была Леведенко Анна. Это человек, который здесь практически живет вместе со своей семьей и всю себя отдает этому храму. Идея выпустить такие медали появилась в 2010 году. На московском монетном дворе их было изготовлено 200 экземпляров. Всего в престольный праздник вручили 6 наград. Анастасия Шульга, Андрей Тымчук, информационный канал «Севастополя». С 12 по 19 сентября на Федюхиных высотах пройдет второй крымский военно-исторический фестиваль. Вопросы подготовки к событию обсудили в Доме правительства. Как и в прошлом году, организаторами выступят Министерство культуры страны и Российское военно-историческое общество. Около полутора тысяч униформистов в течение 8 дней с 14 до 20 часов ежедневно будут представлять зрителям шоу-программы, театрализованные представления, тематические мастер-классы и реконструкции исторических сражений различных эпох. Античное время, Древняя Русь, Средневековье, Крымская война, Первая и Великая Отечественная войны. Планируют организаторы устроить и выездные мероприятия за пределами Федюхиных высот. Театрализированные представления пройдут на летней эстраде Приморского бульвара и в Балаклаве. Для зрителей будут организованы автобусные маршруты с площади Нахимова и 5-го километра ежедневно с 12.30 до 18.30. В обратном направлении с 15 до 21 часа. Стоимость проезда не превысит 50 рублей. Завершится второй Крымский военно-исторический фестиваль в субботу, 19 сентября. Как и в прошлом году, итоговым событием должна стать реконструкция освобождения Севастополя. Надеюсь, что за те 10 дней в этот году фестиваль мы расширили. В прошлом году он был неделю, нам показалось это мало. Участники попросили расширить. Фестиваль будет идти 10 дней. За 10 дней мы построим подъемный кран Леонардо да Винчи. В четком соответствии с чертежами Леонардо да Винчи. Как раз кран 15 века, который мог использоваться в Крыму. Уже сейчас, если вы приедете на площадку, вы увидите практически законченный кастром. Это военный лагерь римских легионеров. Фактически вот проходит реконструкция. И ты можешь протянуть руку и оказаться в центре внимания. То есть вот они здесь окопы. Вот они здесь. Человек откусывает патрон, заряжает это в ружье, стреляет. То есть это глубокое погружение. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. КОНЕЦ КОНЕЦ